Всех приветствую, друзья, на этом канале. Курс доллара сегодня 92 рубля, курс евро 100 рубля. Итак, на сегодняшний день давайте рассмотрим новости экономики. Последняя, а также опасность повышения цены на нефть. Это имеется и для других стран, и для России в том числе. И именно какая взаимозависимость от атаки беспилотников и к рублю. Это, естественно, есть взаимозависимость. Сейчас я подробно об этом расскажу. Также расскажу про акции, про риски различий на рынках, которые встречаются. А также про другие страны и про нашу Россию. Информация и про акции. Поэтому, чтобы все понять и не было вопросов, пожалуйста, досматривайте этот ролик до конца. Потому что потом возникает много вопросов. Когда, что и что-то имел в виду. Хотя те, кто смотрит ролики до конца, они как раз-таки понимают текущую ситуацию. Также ставьте лайки под данным роликом и подписывайтесь на телеграм-каналы, которые будут в описании. Буду благодарен вам. Итак, надеюсь, эта инфографика видна на экране. И что же она означает? Во-первых, за экономикой России следить. И не только России, но и Блумберг, и другие. Соответственно, можно здесь увидеть то, что... Смотрите, как в марте выросли доходы по нефтью, по газу. То есть мы понимаем сейчас взаимозависимость. И давайте расскажу то, что были атаки беспилотников на Россию, на территорию России, на нефтеперерабатывающие заводы. И это в том числе, но это, конечно, вторая причина, подстегивает, так скажем, рост цены на нефть. Первая причина, естественно, это усилия ОПЕК+, которые были месяцами ранее, но оправдывают сейчас именно себя. Итак, нефть растет, мы получаем тренд. Сейчас я тоже и про нефть более подробно расскажу, потому что там нашелся еще и другие информации, которые также бычьи. И нефть может из-за этого вырасти еще больше. И вот мы видим ситуацию текущую. То, что сравним прошлые, например, данные и прошлогодние, и текущие. Смотрите здесь, смотрите здесь, что было. То есть, и смотрите, почему я говорил то, что апрель – это выгодный месяц для рубля. Вы посмотрите только в апреле, что было в прошлом году, точнее, в 22-м году, в апреле того года, что было. Это, соответственно, все равно средние показатели апреля, так скажем, увеличенный апрель. И, соответственно, поэтому я делаю выводы, что апрель для рубля может оказаться довольно-таки хорошим месяцем. То есть, статистически, просто за прошедшие три года в апреле рубль не обваливался сильно. И мы это видим сейчас вот на этих данных по нефти и по газу. И в итоге налоговые поступления от нефти и газа выросли до 1,3 триллиона рублей. А это значит, что доходы от нефти и газовой отрасли в марте составили 1,3 триллиона. То есть, Минфин получил более 107 миллиардов рублей в связи с высоким поступлением налогов, как видите здесь. То есть, в принципе, дела у России идут нормально. И это значит, то есть, у бюджета, то есть, это значит то, что обваливать рубль даже в ближайшие два месяца, может, и не нужно. Потому что мы до этого в прошлых роликах с вами разбирали понятие рублебочки. Рублебочка также растет. И поэтому мы получаем ситуацию, что усилиями картельного сговора ОПЕК+, нефть перешла в восходящий тренд. То есть, сломали они нисходящий тренд, сломали возможность обвала нефти. И вот поэтому еще Газпром нефть ожидает, что цена нефти в этом году может колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель. Ее текущая стоимость является справедливой, и рынок сбалансирован, дефицита нет, говорит Дюков, то есть, председатель правления Газпром нефти. В принципе, посмотрим на его прогнозы. Сейчас нефть марки Brent стоит уже более 90 долларов. Вы знаете, до этого пытались ввести разные потолки для России по нефти. И в то же время Eurals, ну, опережает, конечно, Brent. Но в любом случае нефть марки Eurals не продается ниже потолка, как пытались сделать в Евросоюзе. Поэтому мы и наблюдали такую инфографику, то, что с доходами нормально, следовательно, мы пока не ожидаем то, что в апреле будет обвал рубля. Наоборот, возможно, даже укрепление рубля, возможно, даже точки, когда может рубль укрепиться в хорошую точку. И, возможно, какие нам от этого выгоды? Во-первых, может, многие смогут съездить на майские праздники, искупаться в июне, июле по хорошему курсу доллара. Потому что, вы знаете, многие просто берут доллары за рубеж, и это, на самом деле, хорошее решение. У многих нет иностранных карт, у многих нет валюты иностранной, поэтому не везут доллары. И поэтому это, в принципе, еще больше даст позитиву для людей в России. Между тем сообщается то, что по Brent у нас Золотой Крест. Но, на самом деле, здесь я видел другие бычьи формации. Вот именно вот это дно первое, это второе отрисованное. Потому что, если мы сейчас увидим пробитие уровня 95, вот этих точек 95, то пробив может быть довольно-таки сильный. То есть, улететь довольно сильно. Но, на самом деле, нужно будет смотреть, как он достигнет вот с этих точек 95, как он сделает ретест, и дальнейший, может быть, полетит действительно. И это, естественно, будет влиять сильно на рубль. Между тем, появились новые данные по недвижимости. Так сообщается то, что средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России, это 16 городов-миллионниках Московской и Ленинградской области, в марте составили 167 тысяч рублей за квадратный метр, увеличившись за месяц на 0,6%. То есть, стоимость растет. И самый заметный рост средней стоимости предложения новостроек за последний месяц, согласно подсчетам ЦИАНа, произошел в Омске и Краснодаре. Оба показателя увеличились на 2,2% до 136 тысяч рублей и 176 тысяч рублей за квадратный метр, соответственно. А в Москве средняя стоимость новостроек сейчас 350 тысяч рублей за квадратный метр. За месяц показатель вырос аж на 1,5%, за год на 9%. В Санкт-Петербурге динамика составила минус 0,8% и 8%, соответственно, до 246 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, да, действительно, стоимость почему-то повышается. Хотя, вот я действительно смотрел сделки по Сберу. Вы знаете, больше всего сделок в любом случае проходит у Сбера. Там можно посмотреть сделки по каким-либо районам. Я смотрел поинтересующейся мне районам в различных городах миллионников. И что я заметил, то что сейчас сделок практически нельзя найти. А вот до этого, осенью, когда все успевали еще перейти к сделкам, в июле прошлого года, в прошлом году сделки были, я видел. И тогда можно было оценить разницу, вот сколько на Авито или в ЦАНе выложено квартир и сколько, по какой стоимости реально проходит сделка. И сделка проходит реально ниже, чем хотелки тех объявлений, которые выставлены в объявлениях. И сейчас мы наблюдаем картину, то что сделок нет, а стоимость растет. Ну, это совершенно не рыночные показатели. Идет, я уж даже не знаю, что думать в плане того, что идет совершенно не рыночная. И в комментариях у меня писали по поводу планов Шваба. Да, возможно, так идет, чтобы было все недоступно. Недоступна недвижимость, недоступны автомобили, недоступны какие-то материальные блага, доступна паек какой-то, который обеспечивается с помощью цифрового рубля. Вот это все доступно, так скажем, чтобы было. То есть лекарства ты в этом месяце уже не можешь купить, ты можешь купить только гречки и заплатить за коммуналку. Все. То есть приводится к такому финансовому расу, потому что я причин больше не вижу. Почему спрос падает, сделок нет совершенно, а цена растет. Вот это мне действительно непонятно, потому что, опять же, здесь, скорее всего, работают такие же картельные сговоры, о котором я говорил в начале ролика с ОПЕК+. Нефть должна была давно уже обвалиться ниже 60. То есть нефть должна была покатиться просто. Может быть, даже так же молниеносно, как мы наблюдали в марте 2020 года на ковиде. Но этого не произошло. Развернули нефть. Также практически происходит сейчас и с недвижимостью. То, что нефть должна была обвалиться. Но, на самом деле, Набиулина здесь сделала достаточно хорошо, то, что повысила ставку, и из-за этого у нас нет сделок. Но недвижимость-то не обваливается. То есть, наоборот, как мы видим по статистике, она растет. Поэтому вот эта нерыночная ситуация, я думаю, будет нарастать. И не только в нефти, и не только в недвижимости. И сейчас не только в рубле это происходит, потому что мы разбираем рубль. Хоть его и зажали экспортной выручкой. И будем разбирать далее. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании к закрепленным комментариям. И на ютуб-канал на текущий. Чтобы все это не пропустить. И вот эта нерыночная ситуация, мне, конечно, тоже не очень-то... Не очень-то не нравится мне такая ситуация. И еще большую неопределенность в эти недели, я думаю, будет еще вносить индекс доллара. Вы посмотрите на индекс доллара на недельном таймфрейме. Опять те свечи неопределенности, о которых я до этого говорил. Вот они выглядят. Вот как волчки, так, скажем, называется. Они волчки, вот эти свечи. И поэтому мы увидели такое состояние. До этого у нас были что-то разворотное. То есть, сходил он от одной, так скажем, разворотной свечи к другой. А сейчас вот полностью неопределенное состояние. Поэтому и евро будет в таком же неопределенном состоянии. До этого я говорил то, что если вкладываться полностью в евро, здесь идут риски как раз-таки от индекса доллара. Также подвержены рискам те, кто полностью вкладывается в юаня. Лучше диверсифицировать свою корзину. И тогда вы будете зависеть не только от курса доллара, но и от юаня, и от политики Китая, индекса доллара и прочее. Но в любом случае это более лучшая ситуация, нежели зависеть от одного только фактора. Поэтому, я думаю, в ближайшие недели индекс доллара окажет именно неопределенную позицию на все валюты в мире, включая даже и акции американские. И вот, поглядите, Центробанк поделился отчетом, то есть регионы Российской Федерации с небольшим неравенцем доходов менее эффективно реагируют на изменения денежно-кредитной политики Центробанка. И к таким выводам пришли как раз-таки отчетность Центробанка. На повышение ключевой ставки быстрее откликаются обеспеченные люди. Они охотнее кладут деньги на вклады под высокие ставки. В то же время бедные домохозяйства сохраняют спрос на кредиты, вне зависимости от их выгодности, поскольку им может не хватать денег на председенные траты, сообщается от Центробанка. То есть видите, какая ситуация? То, что, естественно, у богатых, обеспеченных людей больше возможностей. Они не только знают вот эти хитрости, то, что они могут сейчас пойти зафиксировать хорошую ставку на один год и отложить свои деньги. А вот бедным им в любом случае нет момента решать, когда им брать кредит сейчас или попозже, или они всегда берут кредиты, потому что вот так вот устроена, так скажем, наша пирамидальная система. То есть они берут кредиты в любом случае, поэтому им не хватает на еду даже, на одежду и другие факторы. Они в любом случае даже при ставке 25%, даже при ставке, как в Турции, 55% в любом случае будут брать кредиты. А вот у богатых, так как больше, так скажем, вариантов они, у обеспеченных, они будут выбирать кредит, положить на вклад или в акции или в доллары. Поэтому этот канал как раз-таки посвящен именно более финансовой грамотности и для обучения. Меня больше удивляет то, что Центробанк почему-то к таким выводам приходит. Это же логично. Они, наоборот, Центробанк работает на то, чтобы расслоить общество. То есть не тому, что привести в равенство. В равенство, конечно, не ожидаю, как в Советском Союзе, всех под одну гребенку. Но хотя бы уменьшить количество бедных. То есть у нас в России очень огромное количество, даже не то, что бедных, а нищего населения. И уменьшить количество олигархов, постоянно разрастающего. То есть и увеличить количество среднего класса. А получается, средний класс стригут по максимуму. То есть обнуляя брокерские счета, как ВТБ любит делать, там и другие помойные брокеры. Или еще что-то. Делай такую политику невыгнанных для нищих, как раз таки, чтобы они все равно брали кредиты. Неважно, по 16%, по 8%. Естественно, им невыгодно тоже под 16%, по 25% брать кредит. Но они вынуждены это делать. А вот олигархов тоже становится больше. В любом случае, такая политика идет с самого верха. И она не настроена на человекоцентричность, так скажем. Она настроена на системность, в первую очередь. И досматривайте этот ролик до конца, чтобы понять всю суть. Так вот, в Зимбабве, например, вместо валюты начали использовать золото. Местный Центробанк объявил о введении новой денежной единицы. Зимбабвийского золота в виде купюр и монет. И новая валюта будет обеспечена запасами иностранной валюты. И драгметаллов, а обменный курс составит 13,5% Зимбабвийского золота за 1 доллар США. Ранее в стране, конечно же, использовали зимбабвийский доллар. Однако из-за огромной инфляции за 36 тысяч давали лишь 1 доллар США. То есть представьте себе, такая огромная инфляция. Это, по-моему, страна, где водят мешками. Я точно не разбираюсь. Но мы понимаем то, что вот именно такая галлопирующая инфляция, она во многих странах. И хорошо, что еще пока что не в России такое. Потому что, хоть мы и многие там слишком апокалиптичны в комментариях или еще где-то. Вы пишите ваши комментарии в любом случае. Но ситуация не такая. Здесь уже, похоже, Центробанк устал бороться настолько с этой инфляцией, что уже перешел к другим, более, так скажем, лучшим конверсиям для себя. Это, в любом случае, не красит страну. Многие, конечно, не понимают этого, не живя в таких странах, например, Египет. То есть многие говорили, а, там валюта не обваливается, она стоит на месте. Но он ее обваливает не так быстро, так скажем, Центробанк. Он ее обваливает циклично раз в несколько месяцев. И это происходит не из-за новостей о том, что он отказывается поддерживать свою валюту. Это происходит, так скажем, ступенчато. То есть если мы наблюдали по Турции, там просто стрела вверх идет, например, то есть каждый день по чуть-чуть, как и Сбербанк растет, то в ситуации со многими африканскими валютами, то здесь ступенчато. Вы посмотрите, здесь, да, тоже самый нисходящий тренд. Ну, например, за 2022 год на 18%, дальше еще раз на 30%, далее еще раз на 30%, далее еще раз на 55%. Вот здесь, вот несколько дней назад, 4 марта, точнее месяц назад, обвинили во всем, естественно, Центробанк, потому что Центробанк отказался поддерживать Египетский фонд. Но дело не в какой-то конкретной новости, посмотрите на график. Здесь происходит все ступенчато, уже практически десятилетия имеет все происходит ступенчато. Также происходит и с другими валютами. И я тут рассматриваю страшный сценарий, который, возможно, и с рублем. И эти сценарии, я думаю, прекрасно знает Набиулина, который не пускает такие сценарии. То есть, я только что рассказал, первый сценарий, типа, турецкая лира, где каждый день по чуть-чуть. А вариант с египетским фунтом, это ступенчато. То есть, обвал на 30%, на 40%, 50%, а далее удержание несколько месяцев на этом уровне. То есть, вот такой вот ступенчатый вариант. Если дальше об этом также рассказывать, о том, что нужно также рассказывать, пишите об этом в комментариях. В этих роликах, вы знаете, я пытаюсь разобрать и хорошее, и плохое. Так вот, одно из, конечно, плохого для россиян, это то, что повышение утилена сбора на автомобиль может привести к тому, что некоторые китайские автомобили могут покинуть российский авторынок. То есть, об этом вот заявили, и говорят, что нельзя каждый несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране, отметил Олег Моисеев. Но, на самом деле, такое и происходит. То есть, работает тот, кто может работать. То есть, тот, кто не может работать, тот, естественно, уходит. И вот единственное у нас правило. Поэтому все повышается. Вы прекрасно видели, какая ситуация также с отменой этих таможенных сборов, утилиционный сбор. То есть, на это может попасть каждый. И китайцы в любом случае останутся. Для них Россия, как лакомый кусочек, европейцы ушли, другие тоже ушли, корейцы ушли. Поэтому европейцы просто схватились, китайцы, точнее, схватились и будут держаться за Россию. Вы знаете, биржи – это и так казино, если вы не разбираетесь в них. Если не вкладывать те акции, которые будут расти, а чтобы понять, какие будут расти, это нужно понимать, сколько компаний зарабатывают. Так вот, делают из него еще больше казино для тех, кто не понимает. Например, Московская биржа предложила рассмотреть дополнительные стимулы для IPO. То есть, предложила это сделать Банку России. То есть, для введения дополнительных мер поддержки имитентов, которые должны простимулировать их активнее выходить на фондовый рынок. И такое письмо старший управляющий директор по взаимодействиям Елены Курицына направил на имя руководителя службы по защите прав потребителей обеспечения доступности финансовых услуг Центробанку. Меры господдержки по выходу малых и средних компаний на фондовых рынок, которые позволяют компенсировать часть затрат на выпуск ценных бондов, показали высокую эффективность, говорится в письме. В частности, суммарный объем размещения облигаций имитентов малого и среднего за период действия может достигать в 2019-2023 году 34 млрд. рублей. Московская биржа предлагает сохранить меры поддержки по выходу на фондовый рынок при продлении нацпроекта малого и среднего предпринимателя до 2030 года и распространить их на сегмент малых технологических компаний и компаний МСП с выручкой до 10 млрд. рублей, предусмотрев частичное субсидирование понесенных затрат по размещению акций на бирже. То есть, действующий критерий отнесен не компания к МСП, позволяющая претендовать на получение субсидий, сдерживает развитие рынка IPO для быстрорастущих компаний, считает биржа. Естественно, для биржи выгодно побольше делать IPO, она от этого получает бешеные комиссии, из-за этого растет у нее выручка, растет прибыль, и поэтому она такое письмо и направляет. И, естественно, акции от этого повышаются, я говорил, что акции только будут расти, вы посмотрите на этот график московской биржи, вот причина. Эта акция только за прошедшие, так скажем, полтора года утроилась еще больше, то есть выросла на 233%, посмотрите, растет сейчас еженедельно. А все почему? И как раз-таки из-за прибыли московская биржа, поэтому и растет. Но в этом есть очень большая опасность для обычного инвестора. То есть, если вы вкладываете, конечно, в московскую биржу на выгодных точках, вы зарабатываете, вы знаете, что она прет вперед, зарабатывает на комиссиях и хорошо идет. Но если вы, например, захотели участвовать в каком-то IPO, а вот я сейчас рассмотрю достаточно, так скажем, удачно IPO, это Озона тогда, акции тогда действительно выросли. Но выросли, и затем они обвалились и сидели вот в такой клоаке, так скажем, извиняюсь за выражение, многие годы. И пока он вот сейчас как раз-таки выходит из этой клоаки и забрал вот эти уровни, когда только выходило IPO. А много ли людей по Озону успело выйти вот в этих точках? Много ли успело выйти? Или рынок вот дербанил их на этих точках после обвала, и они выходили с убытками? То есть, в этом есть опасность. И в этом я, конечно, рассматриваю еще только удачное IPO по Озону. И сколько этих неудачных IPO? Итак, в чем же опасность? В том, что вы вложитесь в компанию, которая не зарабатывает деньги. То есть, вы не знаете, сколько эта компания зарабатывает деньги. Она не отчиталась и не отчитывалась, например, перед московской биржей еще, не говорила о своих прибыли. И, например, что-то соврав, что-то под юлиф, она выставляет эту информацию и говорит, что вот именно вот так. Люди начинают быстренько хватать, хватать эту акцию, а потом она резко после небольшого роста, например, обваливается. И поэтому люди таким образом теряют свои деньги. То есть, поэтому я на IPO пока что не участвую. На рынке есть достаточное количество бумаг, которые недооценены, на которых можно заработать. Я только что показал, вот индекс, не индекс, а саму московскую биржу. Она деньги зарабатывает. Естественно, она растет, эта компания. Поэтому она и прет с такими предложениями. И также она говорит то, что биржа также предлагает ввести налоговые стимулы для граждан, среди которых освобождение от уплаты НДФЛ с дивидендов по акциям российских компаний, купленных на ЕИС, а также с доходов от продажи акций, приобретенных в ходе публичного размещения, при условии непрерывного владения ими более года. И вот, пресс-службы Центробанка подтвердили это. Банк России получил такое письмо и рассмотрит его в установленном порядке. Предложения московской биржи заслуживают внимания и будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. Пока комментарии преждевременные, говорит Центробанк. Вот как-то так. Поэтому опасности здесь, они, естественно, для вас, для обычных людей никто не будет видеть. Опасность только будет возникать, когда компания выйдет, она окажется в пустышке и потом обвалится. Сколько таких компаний было на американском рынке? Поэтому индекс малой капитализации так отстает от самого индекса S&P 500. Потому что те, кто составляет индекс S&P 500, это не дураки, это умнейшие люди на планете. Там прибыльные компании, там шаг в левый, шаг в правый, вылетишь с этого S&P 500 и получишь громадные убытки и обвал акций. Так скажем, поэтому никто не выходит из этого индекса, так скажем, просто так и боится вылететь из этого индекса. А вот здесь вот довольно-таки не зарегулирована эта сфера, я считаю, по IPO в России. Поэтому будьте аккуратнее. Об этом я также буду рассказывать в своем телеграм-канале, также рассказывать на ютуб-канале, кто еще не подписан. Поэтому подписывайтесь, чтобы все это не пропустить в моих роликах.